привет друзья вы на канале экоснеки давайте сегодня поговорим о комплектующих которые можно докупить к сушилке зачем они нужны и сколько их нужно самый первый помощник это блендер для того чтобы готовить однородную красивую пастилу вам нужен будет блендер у нас есть две модели gtc и rumit classic это мощные высокоскоростные блендеры с удобным управлением двухлитровой чашей они в миг приготовят вам однородное пюре для пастилы сушилку изидри и волтера можно наращивать базовую комплектацию входит 5 поддонов если у вас свой сад или огород то этого вам точно не хватит лучше сразу докупить поддоны чтобы в сезон переработать максимум урожая скажите потом спасибо за этот совет для сушилок изидри и волтера 1000 мы рекомендуем устанавливать от 10 до 15 поддонов а для сушилок изидри и волтера 500 и мы рекомендуем устанавливать 8-10 поддонов это обеспечивает оптимальное соотношение скорости сушки и количество высушенной продукции далее листы для пастилы базовые комплектации сушилок изидри и волтера входит один лист и одна сетка если вы планируете готовить пастилу рекомендуем брать столько листов сколько у вас будет поддонов так вы сможете загружать всю сушилку также листы используют для приготовления хлебцев печенье конфет можно сушить некоторые виды фруктов кстати важно листы для пастилы нельзя мыть под горячей водой и тереть жесткой губкой иначе сотрется верхний слой появится царапина и продукция начнет прилипать просто замочите листы в теплой воде они легко отмоются сетчатый лист сетчатый лист используют для сушки мяса рыбы липких фруктов и ягод клубника банан помидоры дыня арбуз персики сливы абрикос вяленые ягоды без сетчатых листов эти продукты сильно усыхают и прилипают поддон оттирать придется долго сетка гибкая легко позволяет снимать продукты кусочки продуктов не прилипают а сохраняют красивый вид и форму в базовую комплектацию входит один сетчатый лист рекомендуем брать столько листов сколько у вас будет поддонов так вы сможете загружать всю сушилку полый поддон полые кольца позволяют увеличить расстояние между поддонами появляется возможность сушить продукты в целом виде комплектующие к дегидратору изготовлены тем же производителем что и сама сушилка изит если вы собираетесь сушить фруктовые или овощные чипсы чтобы быстро и одинаковыми частями нарез продукты мы рекомендуем овощерезку борнер у нас представлены две модели это борнер классик и борнер профи мы на производстве используем эти две модели некоторые пользуются такими овощерезками даже по 20 лет а как хранить высушенную продукцию есть два варианта если вы планируете сушить в большом объеме то вам пригодится запайщик и пакеты в обычных пакетах хранить продукцию очень опасно моли очень любит такого рода натуральные продукты поэтому все нужно хранить герметичной упаковки если вы планируете сушить для себя и хранить продукцию в банках то рекомендуем крышки в бак они очень удобны в использовании крышки вакс многоразовые и выдерживают более двух тысяч применений не ржавеют легко моются под краном и в посудомоечной машине накрываете банки крышками вакс и выкачиваете воздух обеспечив внутри вакуум благодаря откачке кислорода замедляется окислительные процессы и увеличивается срок хранения продуктов чтобы открыть банку достаточно слегка приподнять пальцем клапан крышки есть разные комплектации крышек 9 штук 14 штук и 20 штук для приготовления пастилы часто нужно большое количество яблок очищенных в этом вам поможет нож для удаления сердцевины у него не такая большая цена но он сэкономит очень много времени он сделан из нержавеющей стали долговечен и безопасен при контакте с пищевыми продуктами рукоятка сделана из прочного пластика не будет скользить в руках одним легким движением можно убрать сердцевину у яблока в магазинах можно встретить аналоги других фирм от 100 рублей такие ножи ломаются в районе рукоятки после непродолжительного использования мы выбрали лучшее что есть на рынке попробуйте и убедитесь вот такие дополнительные комплектующие вы можете приобрести с сушилкой чтобы процесс доставлял вам только удовольствие все комплектующие вы можете приобрести у нас на сайте под видео оставим ссылку на наш сайт на этом я заканчиваю свой обзор не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал чтобы не пропускать наши новые ролики пока пока